Самолеты, они не только в небе, но и в земле. Прежде чем вспороть это поле, боевая машина задала трепку врагу, передавая ему сверху приветы в виде бомб и проклятий. Так, думали поисковики, разбираясь, что это, лавочки на лесу 2. Вот это вот фрагменты воздушного винта, автомат перекоса, лопастей. Вот, в полном комплекте он найден, перед двигателем лежал. Вот, винт трехлопастной, то же самое и на Лавочкине, и на Су-2. На момент подготовки к эфиру уже стало известно точно, Су-2 сбит в 43-м, когда служил корректировщиком огня. Су-2, советский легкий бомбардировщик конструкторского бюро Павла Сухова, отличался передовой технологией изготовления и хорошим обзором из кабины. Последнее позволило использовать самолет в качестве артиллерийского корректировщика во второй половине Великой Отечественной войны. С 1940 года выпускался серийно. Производство было прекращено в начале 1942-го. Поисковое объединение «Огненная дуга», взявшееся за работу по извлечению самолета и его идентификации, состоит из трех студенческих отрядов. Это безымянный солдат из Академии госслужбы, факел из ОГИИК и отряд вермолов из БУГУ. Самолет они искали три месяца. Все началось с опроса местных жителей. Совсем не ровесники войны те знали о месте падения самолета со слов односельчат. В результате поисковики обошли с металлоискателями все это поле. Ведь за прошедшие годы куски самолета, которые выталкивала земля, трактора растащили по всей округе, где только пахалось и сеялось. Но нашли. Входил в землю со стороны «Орла». Это вот направление. Самолет обнаружен без экипажа. Это подтвердило слова местных. Летчики, мол, прыгали с парашютом. Но в СУ попали не только в 43-м. Последний удар от фашистов самолет вытерпел в ноябре 2015-го. Раскопки пришлось остановить, когда в районе кабины нашелся немецкий реактивный снаряд. Видимо, его в те еще годы скинули в воронку самолетом. От греха. Как часто нам приходится выезжать на подобные мероприятия практически ежедневно. Боеприпасов очень много. В настоящий момент более 5000 единиц. Нами изъяты и уничтожены. Это за какой срок? За это лето. Поисковики нашли номер машины, готовятся к работе в архивах. И сейчас они на передовой. То еще войны, не все солдаты, которые похоронены. И которая, значит, еще идет. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, Первый областной канал.